Это Омск здесь. В ближайшие полчаса мы расскажем о главных событиях минувшей недели и о том, на что действительно стоит обратить внимание. О сложном мы расскажем просто, о важном без лишних слов. Меня зовут Павел Ремнев. Здравствуйте. Безнадеждино. Из-за спора руководства свалки и перевозчиков отходов вывоз мусора с левого берега Омска может прекратиться. Дом с видом на пустырь. Почему многодетные семьи отказываются от бесплатных земельных участков? Разбор остатков праздника. Что за два месяца произошло с подарками Омску к 300-летию? Виновника страшной аварии, в которой погибла шестилетняя девочка, тяжело пострадали. Ее маленькие братья и мать арестовали на два месяца. Аладдин Горчуев, по его словам, не заметил пешеходов на переходе, потому что потянулся за сигаретами. Потом, испугавшись самосуда, сбежал с места ДТП. Через несколько часов вернулся и сдался полиции. Сейчас мужчина находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело. Врачи не комментируют состояние пострадавших. Известно только, что оно продолжает оставаться тяжелым. А, к слову, в рейтинге безопасности российских дорог Омская область заняла 44-е место. Исследование проводил Центр за безопасность российских дорог. Оценивали данные из регионов с населением более миллиона человек и протяженностью дорог более 5000 километров. Из регионов Сибирского федерального округа в первой десятке оказался Томск, он занял второе место. А хуже Омска оказались только Алтайский и Красноярский края. С января по август 2016 года в Омской области произошло 1270 ДТП, в которых погибло 66 и пострадало 1680 человек. А кроме травм на дорогах, вполне возможно, омичей ожидают и серьезные экологические проблемы. На этой неделе мусорный полигон в Надеждено в два раза повысил тарифы для трех компаний, перевозящих городские отходы. В их машинах стоят специальные уплотняющие устройства, которые прессуют мусор прямо в кузове. Так что из 40 кубометров получается 20. После выгрузки 20, естественно, снова превращается в 40. Перевозчики платить отказались. В итоге мусоровозы на свалку не пустили. Между тем, компании, машинам которых въезд на полигон теперь заказан, обслуживают несколько сотен жилых домов, школы и больницы по всему Левобережью. Ждать ли мусорного коллапса омичам из-за спора мусорщиков, знает Антон Парахин. Двор многоэтажки на улице Перелета. Отходы отсюда не вывозят всего один день. Баки уже полные. Не будет еще хотя бы дня три вывозиться мусор. Площадки просто будут завалены, соответственно, мусором. В геометрической прогрессии увеличится. Начнут крысы появляться, соответственно, будет коллапс. Мусоровозы этой компании перестали заезжать в 80 дворов. В аналогичной ситуации еще 112 домов управляющей компании «Центр жилсервис». Коммунальщики поставили машины на прикол, потому что администрация свалки внезапно повысила тарифы в два раза. Работать стало попросту невыгодно. По повышению тарифов никаких объяснений не было. То есть никаких уведомлений в адрес управляющей компании к нам тоже не поступало. То есть, соответственно, мы работаем с перевозчиком своим, и на сегодняшний день проблема актуальна, проблема существует, пока еще не разрешена. Камазы с отходами на Надеждинский полигон перестали запускать на прежних условиях в эту среду. Пропустить их сейчас готовы, но вместо 77 рублей за кубометр просят 110. Все дело в пресловутом коэффициенте уплотнения. Мусоровозы оборудованы пресс-плитами. С их помощью ТБО уплотняют. А значит, отходов получается больше заявленного объема, следовательно, и платить надо больше, считает администрация полигона. Мы не можем вести достоверный учет, который непосредственно влияет на уплату всех непосредственных экологических налогов, в том числе влияет и на вместимость полигона, на его мощность. Таким образом, нами было принято решение ограничить частичные автомобили, которые мы не можем понять, по какому учету принимается мусор, то есть завозится. И добавляют, изменилось законодательство, ужесточились требования к учету принимаемого мусора. Компании-операторы отвечают, тариф был утвержден РЭК на три года и введение коэффициента уплотнения неправомерно. Наша компания в рынке с 2010 года, и с 2010 года мы работаем по одной, скажем так, накатанной схеме. То есть вся техника была такая, она осталась. Все прессующие устройства, которые были в машинах, они как были, так и остались. Поэтому здесь ничего нового не произошло. Как все работали последние шесть лет, сколько мы в рынке, так все и работали без всяких изменений. Но почему-то сейчас компания, единственная, причем анаполист компания по Омску, решила, по большому счету, я бы назвал, выкручивать руки просто операторам. На мой взгляд, решение все-таки не обоснованное с законной точки зрения. Я думаю, что это просто желание получить дополнительную прибыль. С такой ситуацией, когда между операторами по вывозу отходов и владельцами полигона возникали обоюдные претензии, Юрий Федотов уже сталкивался. Член комитета горсовета по вопросам ЖКХ уверен, в споре между предпринимателями может рождаться истина. Хорошо, когда они внедряют новые технологии, кто-то сортирует, кто-то уплотняет, это хорошо. Но между ними надо тоже, что правила игры были отрегулированы. Может быть, они все дадут скидку какой-то населению. Мы все с вами будем поменьше платить за счет того, что будет сортировка и будет сдаваться вторичное сырье за счет того, что будет уплотняться. Ну, в принципе, для этого и нужна будет? Да, да, конечно. Поэтому не мешало бы, чтобы там поучаствовал в этом споре еще кто-то от населения или общества защиты прав потребителей, или общественные советы есть у нас при органах власти созданы, или даже депутатского корпуса кто-то. Власти к решению этой проблемы подключиться придется уже хотя бы потому, что в противном случае она в буквальном смысле сможет почувствовать ее на себе. Ведь этот контейнер, который расположен рядом с горсоветом, принадлежит одной из тех компаний, которые запретили ввозить отходы на полигон. Компании по вывозу отходов уже пожаловались в мэрию, правительство региона, Министерство транспорта и ЖКХ, Министерство природы, природоохранную прокуратуру, а также в антимонопольную службу. Эксперты не исключают, что разрешиться спор может только в суде. Сейчас въезд на полигон частично запрещен трем организациям. Они обслуживают практически все дома Левобережья. А значит в ближайшие дни нескольким десяткам тысяч человек попросту некуда будет выбрасывать мусор. Антон Парахин, Алексей Попов. Омск. Здесь. А строительство нового полигона для мусора снова откладывается. До 20 октября московская компания «Гефест» должна была закончить проектировку межмуниципального центра обращения с отходами в Таврическом районе. Но инженеры к работе даже не приступали. Антимонопольная служба включила организацию в список недобросовестных поставщиков. Теперь два года путь на рынок госконтрактов ей закрыт. Но кто теперь будет заниматься разработкой документации, пока не ясно. Через несколько минут мы расскажем, какая погода ждет омичей в конце октября и начале ноября. Сейчас короткая реклама. Оставайтесь на продвижении. Продолжение следует... Радио Сибирь. Слушай себя. На этой неделе госавтоинспекция посоветовала омичам быть более внимательными на дорогах. По утрам в городе туманно, а на улицах гололед. Синоптики предупреждают омичей о снегопадах, холодных ветрах и дальнейшем понижении температуры. Чего ждать горожанам в следующие несколько недель. Вместе со специалистами погоды ФОБОС Тахмена-Тынысова подготовила прогноз на конец октября и начало ноября. В сентябре омичи наслаждались бабьим летом с сухой и солнечной погодой. Сибирь тогда находилась во власти мощного антициклона, который пришел к нам с Азии и принес южные потоки воздуха. В октябре ситуация изменилась. На смену антициклона, который сместился в сторону Монголии и Китая, пришел североатлантический циклон. Сейчас Сибирь оказалась в его тыловой, самой холодной части, которая продолжает подпирать антициклон. Это противостояние формирует устойчивую северную тягу ветров, которые бесперебойно качают арктический холод. Именно поэтому метеорологи характеризуют второй месяц осени как аномально холодный. Почти на две недели, а мячи останутся без солнечных дней. По данным ГИСМЕТИО, до 23 октября горожан ожидает пасмурное небо и осадки. 17, 18, 22 и 23 октября возможен снег, в остальные дни дождь. Сохранится минусовая температура. Самая холодная ночь ожидается 23 октября. Столбик термометра опустится до минус 7 градусов. Дневная температура в течение недели будет колебаться от минус 4 до минус 3 градусов. Солнце вернется с 24 октября. Температура днем от 0 до плюс 4 градусов. Середина недели обещает быть не только теплой, но и ясной. Небольшие осадки ждут о мяче лишь в начале недели, а также на выходных. Последний день месяца будет солнечно, без осадков. Температура плюс 4 днем и плюс 1 ночью. Однако погода не перестанет радовать горожан и в ноябре. В первую неделю месяца будет тепло и сухо. Днем будет до плюс 6 градусов, а ночью до минус 2. По прогнозу синоптиков, в ноябре и декабре температурных аномалий не будет. С субботы муниципальная техника переходит на зимний режим работы. Это значит, что спецавтомобили, которые летом убирают дороги от грязи и пыли, переоборудуют, чтобы чистить и вывозить снег. Мы посмотрели, какая техника для уборки улиц есть в Омске и в каком состоянии она находится. Итак, 49 тракторов МТЗ УМ-70 со щетками для того, чтобы летом убирать пыль, а зимой небольшие сугробы и 20 комбинированных коммунальных машин на базе КАМАЗ. К ним прикрепляют снегоотвалы. Для того, чтобы грузить собранный снег, есть 64 машины, большая часть навесной оборудования. 16 снегопогрузчиков лапового типа, 8 шнекороторных снегочистителей. Они перемалывают смёрзшийся снег и сразу сгружают его в самосвалы. И 32 фронтальных грейферных погрузчика. Собранный снег вывозят на полигоны 94 самосвала, по большей части ЗИЛы, а также ГАЗы, Уралы и ХОВО. Теперь тяжёлая техника на случай, если нужно будет быстро устранить серьёзные заносы. Всего 46 машин, 29 автогрейдеров, тракторы К-700, 5 штук и 12 бульдозеров. Реагентами дороги будут посыпать 35 пескоразбрасывателей, тоже на базе ЗИЛ, летом они же, кстати, поливальные машины. Всего получается 300 единиц специальной дорожной техники. Многие из этих агрегатов не полноценные автомобили, а специальное оборудование, которое крепится к трактору или грузовику. И не стоит рассчитывать на то, что все они будут работать одновременно. Часть порасписывать в автопарке мэрии встречаются модели 1964 года выпуска, хотя некоторую часть техники город получил в 2006 году. Но, по данным городской администрации, у 75% уже вышел срок амортизации, это 10 лет. В этом году городская администрация планировала купить более 60 новых машин, но не вышло. На участие в аукционе не поступило ни одной заявки. Снег снова будут убирать те автомобили, износ которых даже чиновники осторожно называют значительным. В прошлом году рабочие за сезон вывезли только 600 тысяч тонн снега, а нужно не менее миллиона. Коммунальщики в лучшем случае справляются только с очисткой центра города, а окраины тонут в сугробах. И это вместе с коммунальной неустроенностью одна из причин того, что тысяча бесплатных земельных участков, предназначенных для многодетных семей, до сих пор не обрели хозяев. Туда не подведено электричество, нет воды и газа. Часто и строить на этих участках нельзя. Либо это болото, либо военный полигон. Впрочем, есть те, кто построил там дома и теперь ждет обещанных благ цивилизации. Екатерина Хлемязева встретилась с новоселами и разобралась, на что они могут рассчитывать. Улица Лобова на Карте Омска есть, а вот этих домов вы на ней не найдете. К ним не тянутся электропровода, под землей не проходит водопровод. А между тем здесь живут люди, одна из 40 многодетных семей, которым выдали эти участки в поле. В 2013 году они поверили обещаниям омских чиновников и начали строить здесь жилье. Под сказку о новом жилье, просторном и уютном, дети в семье Расторгуевых засыпали в старой съемной квартире. Но когда дом построили, выяснилось, жизнь в нем далеко не сказочна. Печь топят дровами, удобство на улице. Воду возят с колонки, электричество от генератора. На бензин и дрова в месяц уходит 30 тысяч рублей. Съемная квартира теперь кажется потерянным раем. Строительство сильно дорого, много денег уходит, поэтому на съемы уже вытянули. Переехали сюда, в трех кредитах с вами. То, что к участкам под строительство не были подведены коммуникации, три года назад многодетные семьи, конечно, смутило. Но чиновники уверяли, уже к 2016-му по новым проводам в дома побежит ток, а по трубам – вода. Деньги на инженерные сети надеялись получить к юбилею города из федерального бюджета. Но Москва отказала. Пока тоже ищем другие варианты. Некоторые варианты есть, но они достаточно сложные. Через инвестиционные программы ресурсосберегающих мы тут начали. То есть ищем, но федеральные деньги для нас уже не придут. Сейчас областное правительство предлагает строить коммуникации за счет совместного финансирования города и поставщиков услуг. Правда, город оплачивает лишь 5%, остальное – за счет бизнеса. И не раньше 2018 года, то есть еще два года на генераторах и воде из колонки. Но отсутствие элементарных удобств – не единственное, с чем столкнулись многодетные семьи. 130 участков в поселке Светлый попали в так называемую зону с особыми условиями использования Министерства обороны. А это значит – строить на собственной земле жилье люди не имеют права. На многочисленные жалобы военные не реагируют. Эксперты говорят, подобное происходит практически во всех регионах. В Ярославской области, например, 176 семьям предоставили земельные участки прямо вблизи с магистральным газопроводом, где, в общем-то, строиться вообще нельзя и запрещено. А во Владивостоке мы видели ситуацию, когда многодетным семьям выделили участки в реликтовом лесу. Там, конечно, хорошо, свежий воздух, но действующее законодательство запрещает там строить дома. По официальным данным, дорогами обеспечены немногим менее половины от всех подобных российских поселков. А свет и газ подведены лишь к 15% земель. С тем, что жить на выделенных участках невозможно, столкнулись и многодетные семьи Новосибирска. Но не стали надеяться на региональную власть, у которой нет денег на выполнение обязательств по льготам. Здесь самостоятельно объединились жилищные кооперативы и получили федеральные земли с готовыми коммуникациями. На сегодняшний день отрегистрировано три ЖСК, которые объединили около сотни многодетных семей, которые на сегодняшний день проходят процедуру передачи земельных участков. Конечно, мы пилотные, потому что в Омской области, к сожалению, был сделан проект этого постановления для реализации 161-го федерального закона, но и, к сожалению, на год он завис. Многодетные семьи Омска ждут. Закон обещали принять на следующей неделе. Для создания кооператива уже найдены семьи, выбраны территории и даже создан проект так называемых городков демографического будущего. Это автономные поселения на территории города, где есть и больницы, и детские сады, и школы, и даже свои производства, чтобы многодетные родители могли работать рядом с домом. Екатерина Хлимьязева, Ольга Качкурова, Александр Рябуха. Омск. Здесь. 15 октября во всем мире проходит так называемый День Белой Трости. Эта дата учреждена, чтобы привлечь внимание общества к проблемам незрячих. И к тому, в каких условиях они живут. Помимо отношения, для слабовидящих важна инфраструктура. От специальной тактильной плитки до обычных бордюров. По ним слепой человек различает тротуар и проезжую часть. Вместе с инвалидом первой группы по зрению Борисом Мельниковым съемочная группа Омск здесь прошла по улицам, чтобы понять, удобно ли на них инвалидам. Тротуар не убирается здесь практически никогда, поэтому и вот этот камень бордюрный поймать достаточно сложно. Вот у нас подарок. А вот бордюрный камень. Вот машина запаркованная. Нарушение правил дорожного движения. 5 тысяч рублей штрафа. Ну, у человека, видно, деньги есть. Он не боится. Вот здесь вот эти зеркала. Видите, он мне дорогу перегородил. Так, дальше я должен опять камень поймать бордюрный. Или сигнализация срабатывает, либо там водитель, если он есть, он начинает ругаться, угрожать. Здесь велосипедисты. Едут, не сбавляя скорость. Вот несколько раз я на них налетал. Здесь очень шумно у Красного Пути, поэтому на слух ориентироваться достаточно сложно. Если по зебре идти, как раз попадаешь в ограждение. Красный, зеленый? Спасибо. Вот все прошли, никто мне ничего не сказал. А я стою и жду, подскажет кто-нибудь или нет. То есть, если я слышу, что кто-то рядом стоит, я прошу, чтобы подсказали. Ну, иногда пропускаю, иногда и по 10-15 минут стоишь. Сейчас мне надо будет еще в одном месте перейти. Здесь тоже часто машины паркуют. Так, а куда мне дальше идти? Что за... А я боюсь уже. Я теперь не знаю, как я в поликлинике выйду. Так, вот тут забор какой-то. Что, здесь обходить придешь? Да, здесь вот не упадите только. Так. Оба-на. Ой, мама. А я вот не знал даже, что тут перегородились. Жуть какая. Ну, сейчас к улице Кемеровска мне надо подойти. Здесь проблема перейти. Так. Иду, иду. Так, не понял. Не понял, я же на тротуаре. Тут какой-то завал. Что такое? Идти приходится вдоль дороги. Здесь с тротуаром проблемы. Тут я вообще не понимаю, где я иду. Поскольку ориентиров у меня нет никаких. Вот здесь вот крыльцо. Ну, тут дальше уже более или менее. То есть вот такой вот забег с препятствием. Перегородили дорогу на Волочаевской. И здесь какое-то дерево. То ли посадили, то ли там что-то отвалилось. Ну, в общем, вот так вот. Все, у меня уже сил нету. Мы продолжим через минуту. Оставайтесь на продвижении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ХПИП. Город звучит. Хорошо там, где есть радиодача. 101.0 FM в Омске. РАДИО СИБИРЬ. 103,9 FM в Омске. В эту пятницу стало известно, что суд оставил Юрия Гамбурга за решеткой. Адвокаты бывшего вице-губернатора готовят к эстационную жалобу, а сам Гамбург обвинил судью в поверхностном рассмотрении дела. Решение оставить в силе приговор для многих в зале оказалось неожиданностью. Ведь кроме адвокатов, уменьшить наказание просил и прокурор. Напомним, этим летом бывшего директора Департамента имущественных отношений и вице-губернатора Юрия Гамбурга за превышение должностных полномочий отправили на 5,5 лет в колонию общего режима. Ущерб бюджета от незаконной деятельности чиновника около 200 миллионов рублей. Я уже говорил, что никогда не считал, не считая себя виновным. Я не нарушал никогда ни одного пункта моей должностной инструкции, которая мне предоставит все права в этой части. Гамбургу не помогли даже показания бывшего министра имущественных отношений Вадима Меренкова, который скрывался больше двух лет, а потом очень вовремя раскаялся и сдался правосудию прямо перед рассмотрением апелляции. Омск не вошел в список самых благоустроенных городов России в 2015 году. Список лучших для жизни мегаполисов опубликовало Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. И, несмотря на то, что в прошлом году в мэрии активно готовились к 300-летию города, он даже не попал в тройку лучших. А между тем, перед праздником в Омске появились новые аллеи, скверы, детские площадки, уличные тренажеры и многое другое. Прошло два месяца, и Алена Бензик на сайте мэрии нашла список подарков и проехала по нескольким адресам, чтобы посмотреть, в каком они состоянии. Неприметный пятачок за остановкой Первомайский рынок. Копия Эйфелевой башни – один из 300 юбилейных сюрпризов к 300-летию Омска. Теперь не нужно покидать Омск, чтобы сфотографироваться с мировой достопримечательностью. Многие люди мечтают о Франции. В наше время не съездишь. Это надо было обязательно сделать. Но многие мячи променяли бы такое окно в Париж стоимостью в полмиллиона рублей на вид с обычной детской площадкой, которых в Омске не хватает. Детские площадки бы поставили, детям, мне кажется, полезнее было. Здесь только фотографируются, а лазить все равно лазают, хоть и не разрешают, и родители не смотрят за этим. Эту площадку построили на деньги спонсора. 200 тысяч рублей пожертвовал коммерсант и у жителей домов советского округа появилась возможность заниматься на спортивных тренажерах. Но некоторые конструкции уже пришли в негодность. Некоторые стали уже ломаться. Нужно просто кто-то ставил, позвать, по идее, маленько переделали их маленько. И для маленьких, конечно, тут опасно, вот некоторые, я вам покажу. Вставайте сюда. Так. И включайте в сторону. В сторону. Сильнее даже. Вот так. А маленький подходит, и так все получает травму. В списке подарков к юбилею на сайте мэрии указаны целый солнечный город. Однако на сказочный городок это мало похоже. Сломанный забор, качели, пережившие не одно поколение мечей и украшения, сделаны из подручных материалов. Местные жители и сами удивились, что их старая детская площадка получила статус юбилейный. Это открыто было в прошлом году, летом ее открыли, подарил вот этот. Оказывается, реконструкцию солнечного города в список подарков внесли два раза в этом и прошлом году. Причем даже фотографии на сайте с одного и того же мероприятия. Одни и те же люди, костюмы и погода. Только в этом году это уже не реконструкция, как писали раньше, а строительство новой детской площадки вместо пустыря. Ну что ж, идем дальше. Вы могли себе представить, что найти дерево в парке сложнее, чем иголку в стоге сена? Мы этот фокус провернули. Находимся в парке трехсотлетия Омска и никак не можем найти целых 300 кедров, которые посадили ко дню города здесь. На этих кадрах доказательства. Именно где-то здесь, в честь трехсотлетия Омска, высаживали кедровую аллею. Но спустя пару месяцев лишь свидетель событий смог показать нам место посадки. Аллея кедров завяла, как букет, подаренный в праздничный день, говорит Анатолий Бочков. С другой стороны парковой зоны также высох целый сосновый бор, тоже высаженный к юбилею. За саженцами просто не следили. Главное, читались, что садили. Главных не поливали просто. Посадили, если бы хоть поливали, может быть, они бы отошли. Впрочем, в мэрии не считают, что должны были ухаживать за тем, что сами и открывали. А на все, что происходит в городе, смотреть надо исключительно с оптимизмом. Я бы очень хотела, и в этом смысле я обращалась неоднократно и к представителям средств массовой информации, поддержать этот настрой, вот этот позитив. Безусловно, негативных каких-то моментов они будут, и они не только были в канун 300-летия, они будут и в дальнейшем. Но наша задача их минимизировать и поддержать людей вот в этом настроении, созидать. Какой-нибудь пессимист скажет, ну вот, завалили 300-летие Омска. Но оптимистично настроенный житель заметит, пропала лишь одна цифра, а значит, город уже готовится к следующей 301-й годовщине. Алена Бензик, Константин Демиденко, Омск здесь. А мы рассказали о том, что сами считаем важным и интересным. Только хороших вам новостей. До встречи на продвижении. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин